Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 716 из учебника математика 6 класс Веленки Джохов. Давай откроем учебник и прочтем условия задания. Итак, найдите значение выражения. В данном видео мы рассмотрим выражение под буквами от А до Г. Если тебе нужно следующее выражение, вторая часть, то смотри следующее уже видео. Итак, запишем выражение под буквой А. Это у нас, как видишь, такое дробное выражение, где у нас есть выражение и есть дробь под общей чертой дроби. У нас здесь десятичные дроби. Нам для начала удобно было бы избавиться от этих десятичных дробей. Как мы обычно это делаем, когда деление производим. Мы умножаем числитель и знаменатель, чтобы избавиться, на 10, 100 и так далее. То есть, благодаря основному свойству дроби мы можем это сделать. И дробь от этого не изменится. Итак, смотрим, насколько нам нужно умножить. Здесь две цифры, значит, на 100, еще на 100 и еще на 100. То есть, три раза на 100. Здесь тоже мы умножаем на 100, да, чтобы дробь не изменилась. Только здесь будет не 32, раз цифра одна, мы еще нолик добавим. Будет, то есть, 320. Здесь умножим на 100, здесь будет 12. И умножим еще на 100, поскольку здесь одна цифра, значит, еще один нолик добавим. То есть, будет 60. Здесь будет 256, на 2 знака 44, на 2 знака 25, на 2 знака 320, на 2 знака 12 и на 2 знака будет 60. Ну, а теперь смотрим. Так, нолик надо убрать. Смотрим, что мы можем теперь здесь у нас сократить. Так, у нас есть 44, точно мы можем, да, наверное, сократить 44 и, например, 12. Мы можем сократить на 4, да, здесь будет 11, здесь будет 3. Отлично, сокращается. 60 у нас можно разложить как 15 и 4. 256 мы можем сократить на 4 от 60, да, то есть, 60 и 256 на 4. Здесь останется 64, а здесь у нас останется 15. Так, а здесь у нас будет 64. Ну, 320 и 225 явно мы можем на 5 разделить по признаку делимости на 5, да, заканчивается нулем и пятерочкой. Будем делить на 5. Ну, что ж, давай то, что у нас получится. Итак, здесь у нас останется 64, здесь 11. Разделим на 5, 45, 64, 3 и 15. Смотрим дальше. 64 и 64 у нас точно сократится, да. 3 на 5 это 45, то есть, 3 на 15 и 45 тоже сократится. Получается, у нас остается вообще только 11. То есть, 11 разделить на 1, это будет просто 11. Записываем следующий B. Здесь у нас и десятичная дробь и обычная. Так, ну, предлагаю перевести десятичную в обыкновенную нашу. Да, будет 5,72 и умножаем на 3,11. Смешанную дробь представим в виде неправильной дроби и будем умножать числитель на числитель, знаменатель на знаменатель. Так, явно мы видим, что 572 сокращается на 11. Это будет 52, а здесь 1. Ну, 3 и 100 у нас никак не сократится. Поэтому умножаем. Получается 156 сотых. Ну, это запишем мы в виде десятичной дроби. 1,56. Так, есть это. Следующее. Следующее у нас V. 8,4 разделим на 2,1. Ну, во-первых, вспомним, как мы делим дробь на дробь. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке под этим видео. Ну, а я напомню, чтобы разделить дробь на дробь, нужно делимое умножить на дробь обратную к делителю. То есть поменять местами числитель и знаменатель. Но поскольку у нас смешанная дробь, то для начала нужно ее представить в виде неправильной дроби. Ну, и 8,4 тоже представим в виде обыкновенной дроби. Так, смешанную тоже дробь переводим в неправильную, представляем. И умножаем на дробь обратную к делителю. То есть было 7 третьих, станет 3 седьмых. Смотрим, что мы можем сократить. Это 84,7. Можно сократить на 7. Останется 12,1. Получается 36 десятых. Ну, 36 десятых. Выделяем целую часть. Это 3,6. И понятно, что для красоты и удобства записано в виде десятичной дроби. 3,6. Так, под буквой Г у нас. Опять-таки, десятичная дробь и опять-таки смешанная дробь. Представляем десятичную в виде обыкновенной. Получается 6,3. И умножаем смешанную, представляем, в виде неправильной дроби. И 6,3 тоже в виде неправильной будет 63 десятых. Умножаем числитель на числитель, знаменатель на знаменатель. 63,9, понятно, сокращается на 9. Да, таблица умножения. Это будет 7,1. И получается 77 десятых. То есть в итоге получилось 7,7. Ну, и на этом первую часть нашего задания мы выполнили. Кому нужна вторая часть задания, смотри следующую видео. Ну, а если тебе понравилось наше видео, поставь лайк. Или если есть вопросы или комментарии, то оставляй их под этим видео. Также переходи на наш сайт, где ты сможешь решить вот такое похожее проверочное задание. И получишь за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на наш телефон, на свой телефон. Итак, если ты еще не подписан на канал, обязательно подпишись. И спасибо за внимание. Встретимся в следующем видео.